итак продолжим нашу работу в этой части мы будем полностью анализировать что получили как получили и понять суть суть всего всей нашей работы сейчас для анализа снова будем использовать в принципе нашу программу вот значит давайте мы значит главное сейчас вот чтобы найти вот вот этот ответы на эти функции и сделаем вот принципе так поставим один чекболь бокс назовем его чекбокс чекбокс урай танцевать и таки напишем из текст вот так и написано будет вроде понятно напиши ответы вот так напишем и и сделаем еще один текбокс текстовый бокс хотя и тяжело с ним работать мы поэтому я поставил чтобы отключить чтоб текст бокс не имел проблемы проблемы ставили текст бокс поставим мультилайне выделаем много страшный пусть будет искусство вот поставим чтобы все это было нормально по вертикали установим принципе все кажется готова и так текст бокс установили чекбокс установили сейчас мы значит сделаем вот что мы значит изменим нашу функцию нашу функцию что функция написала написал ответ ответ нашей вот эти программы напишем и в чек чекбокс значит когда это есть тогда текстов у нас есть текст мы не поставили текст бокс сейчас посмотрим вот здесь ими так поставим текст функция тем для анализа функции и напишем значит текстов равно значит сделаем так у нас будет здесь текст функции у нас значит что там x равно 3 и на дабы и плюс w плюс w плюс w вот 3 у плюс w вот этот наша функция и значит напишем его вот так конкретируем скажем конкретация идет просто плюс поставим вот так три раза плюс реальные уже значение мы поставим плюс 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 здесь конкретация идет простая конкретация текста и снова конкретация и здесь идет расчет уж 3 улантин просто напросто расчет здесь уже переход строки здесь уже переход строки кажется все это написали и другую скажу текстов но чтобы не ошибиться не в принципе здесь скопирую эту строку сразу устанавливает чтобы вот так примерно ну вот у нас значит первая строка уже по расчету пошло по расчету x следующая строка пошло значит по расчету y вот примерно так значит если мы чек поставили то это пойдет значит если мы сейчас запустим сохраняем проект запустим наш проект и немножко передвинем а то эти точки поставили и вот у нас вот ответ уже есть если сейчас поставим этот чекбокс уже видим 00 у нас стоит вот 00 у нас стоит единица и тройка единица и тройка вот потом идет 46 46 вот пошло на это и все остальное значение тоже у нас есть есть сейчас давайте вот как-то проанализируем нашу работу работу нашей функции посмотрим что у нас получается и так значит для того чтобы начать вот нашу программу что же мы делаем во первых мы считаем считаем значение наши соответствующую вот значение вот эти значения вот эти значения значит что у нас получится значит у нас вот здесь вот диспот получится сразу же устанавливаем значение здесь единица а у нас единица минус 0 минус 0 деленное n у нас единица на единицу у нас получится здесь единица вот единица здесь у нас b1 единица b2 b1 у нас 0 0 деленное м у нас единица и это равно единице сейчас что же мы делаем и так мы этот расчет уже сделать здесь тоже может быть разные значения из принцип я хочу здесь у нас а2 может быть 4 мы поставили и двойку и четверку вот а2 и b2 а также меняли вот n тоже это же это не имеет не знать значение значение имеет сейчас который мы получили аж вот эти аж получили единицу и здесь единым здесь может быть разные цифры нет проблем и так мы уже имеем эти значения вот мы уже можем идти сюда вот сюда что же у нас получается если у нас амек значит 0 вот 0 0 плюс единица плюс единица умноженная же у нас 0 при первых 0 и плюс 0 и у нас получается ответ ответ значит получается 0 то же самое у нас будет здесь сексом если сделать это b1 0 плюс 1 умноженное на 0 плюс 0 равно 0 и так мы эти два аргумента два аргумента даем вот сюда вот наши координаты мы даем значит у нас пришло суда через эту функцию вот мы даем передаем уже вот эти значения через эту функцию и мы даем вот сюда вот сюда вот сюда значит у нас идет у 0 0w 0 здесь получается 3 на умноженное на 0 плюс 0 и у нас x равно 0 вот у значит 2 на 0 2 умноженное на 0 плюс 3 умноженное на 0 и а плюс 0 умноженное на 0 это тоже получается но у нас значит x равно 0 и y тоже равно 0 то что мы вот имеем имея вот здесь вот это наша первая координата и так пошли на вторую вот уже это мы рассчитали передали получили ответ и у нас вот здесь уже стоит вот эти нулевки теперь идем на вторую второй шаг посмотрим что у нас втором шаге получается значит на втором шаге у нас получается значит 0 плюс 1 умноженное и у нас вот здесь у нас 0 плюс 0 и у нас 0 плюс 1 и у нас 0 плюс 1 и мы здесь у значит но им 0 а здесь мы будем иметь единицу у нас вот эти аргументы 0 и единица 0 и единица вот этот у 0 w единица передается уже нашу функцию вот сюда значит что же у нас было здесь у нас 0 было здесь единица и так здесь имеем 3 умноженное на 0 плюс единица и так x равно здесь вот единице что же мы имеем здесь здесь имеем 2 умноженное на у 1 у 1 у нас 0 плюс 3 умноженное на единицу на единицу вот эту единицу плюс 0 умноженное на единицу здесь мы получаем вот тройку значит у нас y равно 3 здесь x равно единице y равно 3 и так мы открываем и мы имеем уже 1 вот вот эти значения 1 и 3 пошли дальше изучаем это очень важно важно это папа пошли на третью а уже 3 что же мы здесь мы имеем у нас значит а 1 0 плюс 1 умноженное на 0 плюс 1 0 плюс 1 и это равно здесь тоже равно равно единица и это значит 0 плюс 1 умноженное 0 плюс 1 равно здесь тоже равно единице и Итак, эти две единицы мы передаем нашу функцию вот сюда. И что же получается здесь? У нас сейчас у единица и W тоже единица. Здесь у нас получается 3 умноженное на единицу плюс единица равно 4. А здесь у нас получается 2 умноженное на 1 плюс 3 умноженное на 1 и 1 плюс 1 умноженное на 1. Получается 3 плюс 3 плюс 4 плюс 1 и у нас получается 2, вот здесь двойка плюс тройка плюс 1. И получается у нас шестерка. Вот у нас получилось вот эта точка 4 и 6. То есть если мы сделаем еще такой анализ вот 4, то у нас здесь будет единица и 0. Вот так напишем. Здесь у нас будет единица, а здесь будет у нас 0. И соответственно, если мы эту единицу и 0 отправляем сюда. Вот единица и 0. Здесь у нас получится, значит, тройка. Вот тройка получится. А здесь получится у нас двойка. Вот двойка. То есть то, что мы имеем вот здесь, эти координаты. Вот эти все расчеты, вот здесь приводятся. Мы даже могли и не писать. Вот первым ходу идет значение. 0, 0. Вот 0, 0 значение идет. Здесь тоже нулевки идут. И здесь мы на втором шаге уже идет 0, 1, 0, 1. И у нас идет вот здесь тоже 3. Вот эти ответы похожи. Здесь в чем же главная суть этого? Суть в том, что мы... Ладно, я объясню по-другому тоже, потом я приду к сути. Так будет лучше. Я сделаю еще один момент. Еще один. Вот, допустим, вот здесь допустим, что у нас, что у нас. У равно нулю. Вот так сделаем. У нас у. У вот поэтому было. У равно нулю. Что же это означает, если у равно нулю? Пошли к нашему уравнению функции. Вот сюда. Вот идем сюда. Итак, пишем у равно нулю. Если у равно нулю, то х здесь равно... Это 0. Вот этот 0. W1. Вот напишем вот так. W1. Х равно W1. Итак, если это х равно W1, то здесь, значит, это пошло 0, так как у нас 0. Здесь будет, значит, Y равно 3 раза на W1. Вот так. А это тоже 0 будет. Вот у нас 0. Вот у нас будет это. Здесь поставим X, значение X. Вот. Так как у нас вот отсюда W равно X, то здесь мы можем писать, что Y равно 3X. Правильно? 3X. И мы видим, и мы здесь видим, если X равно 0, то Y тоже равно 0. Если X равно 1, то Y равно 3 на 1 равно 3. Вот, значит, мы получили ответ при X равно 1, Y равно 3, при X равно 0, Y равно 0. Вот открываем нашу программу. Когда X 0, Y 0. Когда X 0, Y 0. А когда X единица, то Y уже тройка. Это когда U равно 0. Вот идет по этой, по этой, по этой части, вот промежуток. Мы взяли же промежуток, вот мы сделали, вот взяли, вот это у нас Y, а это у нас X, вот это. И мы дали этот промежуток. У нас промежуток лежал здесь с нуля. И вот единица. Вот такой промежуток был. И так, пойдем уже ко второму. Значит, мы сразу же вот здесь, вот здесь мы обозначим вот эти точки, обязательные точки. И мы уже при условии U равно 0, мы нашли вот эти точки. Теперь попробуем тогда, когда U у нас равно 1, вот с этой стороны идет у нас. Что же тогда у нас будет? Итак. Значит, U равно 1. Сейчас посмотрим, что же у нас будет. У нас вот этот X получится. X равно 3 на 1 плюс W1. Вот так. Нет, это равно 3 плюс W1. Отсюда мы находим, значит, W1. Это я напишу, что это равно X минус 3. Вот это написали. Вот это первое, что мы нашли. Теперь посмотрим Y. Y U равно 1. Это означает, что Y равно 2 раза на единицу. 1 единица плюс 3 W1 плюс, значит, единица на W1. Это равно, у нас получится Y, значит, 2 плюс 3, значит, W1 и еще 1 W1. Это будет 4, да? Вот, если я не ошибусь, вот, 4 W1. Вот, в принципе, так, такой ответ получился. И сейчас вот поместим вот это значение сюда. У нас будет Y равно 2 плюс, значит, здесь четверка стоит. И, значит, X минус 3, это равно 2 плюс 4X, значит, минус 12. И получится, что Y у нас равно 4X минус 10. Вот, у нас это уже вот Y есть и у нас есть X, значение X. Тогда, что же получится? Сейчас, если мы, значит, примем X равно 3, значение X равно 3, то у нас Y получится 4 раза на 3 минус 10 минус 10. И у нас получится 2. Вот, так, 2. Что же у нас есть? У нас, значит, есть, да, у нас X равно 3, а Y у нас получается 2. И последнее, если мы поставим значение 4, то у нас, значит, Y у нас было 4X плюс 10. И если сейчас значение вот этой четверки принесем сюда, X, получится 4 на 4 плюс минус 10, минус 10, и получается 16 минус 10 равно 6. И мы получаем значение Y вот эту шестерку. То есть, у нас, если сейчас мы, вот, идем по U, мы получаем, значит, когда U равно 1, у нас получаются вот эти значения. Теперь попробуем другое. Вот, анализировать, понять всю эту суть этого. Сейчас у нас вот идет W равно 0. У нас вот идет W равно 0. Посмотрим, что же у нас будет. Будем помнить вот эти цифры. Значит, у нас сейчас пойдет W равно 0. 0, равно 0. Значит, мы пишем W равно 0. Вот 0. Тогда у нас, значит, X, вот X, равно чему? У нас X равно 3 раза на U, 1, U1. А отсюда мы можем найти, что U1 равно X, деленное на 3. Вот так. А что будет с Y? У нас Y равно, значит, 2U1. И здесь нулевки, нулевки, и, значит, в принципе, ничего нет. Значит, это равно, ставим значение U1 сюда. Получится 2X, деленное на 3. Или 2, третье, вот одно и то же. Вот X. Пусть будет вот так. В этом случае мы видим, мы видим, когда X равно 0, то у нас Y тоже равно 0. Вот здесь Y. Значение X равно 0. Y тоже равняется 0. Смотрим и помним. Вот X равно 0 по направлению W. Вот это у нас W было. W равно 0. А здесь было W равно 1. Вот это ограничение. Вот здесь ограничение. У нас получается, если X равно 0, то мы получаем, что Y тоже равно 0. Сейчас попробуем, посмотрим, когда W уже равняется. И мы здесь получаем, когда W равняется, получаем 2 эти точки. Вот смотрите, мы эти точки получили, когда U тоже. Считали, когда U равно 0, вот мы получали эту точку. А когда U равно 1, мы получили тоже координаты, тоже эти координаты. Сейчас идет и то же. Вот, когда мы X ставили 0, 0, Y получилось у нас 0. У нас получилось 0. А если у нас было, вот, Y равнялось 2 трети X. Вот так. Сейчас, когда X равно тройке, вот здесь, вот эта тройка, X равно вот этой тройке. Тогда, если мы поставим здесь тройку, получится Y равно 3 на 3 умноженное на что? То есть, извините, я сейчас, это Y равно 2 трети на X. Ну, на X. Это равно X у нас вот эта тройка. Вот сейчас в этом точке у нас этот X тройка. Получится 2 на 3, деленное на 3. И Y равно двойке. Y равно двойке. Вот эта двойка. Вот Y, вот эта двойка. Вот эта двойка. То есть, мы получили точно идентичные ответы, и когда идем по W и по U. Сейчас мы попробуем, когда W, последний вариант, когда W равно едините, вот в этом положении. Сейчас, запишем вот так. Значит, W, вот мы передаем сюда, вот сюда, вот сюда, единицу. Итак, дали единицу. И делаем свои расчеты. Значит, тогда у нас X равняется, значит, 3 на U1 плюс единица. Отсюда U1 равно, значит, X минус 1, X минус 1, вот так сделаем, деленное на 3. Вот это у нас U. Посмотрим Y. Вот так напишем отсюда. Y равно 2U1 плюс 3 раза на 1 и плюс 1 на U. U1, вот так. Это у нас U. Значит, это равно, вот поставляем эти значения сюда, получается, вот так, с новой строки напишут. U умноженное на X минус 1, X минус 1 на тройку, плюс сюда 3, плюс 1 умноженное. Умноженное, умноженное, 1 умноженное на X минус 1, зеленое на 3. Это равно, значит, у нас пойдет 2X, 2X минус 2, плюс 9, это тройка идет, 9, плюс, значит, X минус 1, значит, X минус 1, деленное на тройку, вот это сделали. И это, в принципе, равняется, у нас это 3X будет 3X, 3X плюс у нас получится 6, 6, деленное на 3. Это равно 3, здесь X плюс 2, деленное на 3. Ну, пошли это, получится, что у нас Y равно X плюс 2. Итак, X плюс 2, мы будем вспоминать вот эту формулу, откуда мы получили, и что же у нас будет. Значит, пишем сразу нашу формулу, Y равно X плюс 2, это когда у нас W равно 1, вот в этой верхней части у нас. Итак, сейчас, когда мы ставим вот X здесь единица, то Y равно Y равно 1 плюс 2, мы получаем вот тройку, вот эту тройку мы получаем. Когда мы ставим X равно 4, вот сюда, получаем Y равно 4 плюс 2, плюс 2, это равно 6. Вот эта шестерка идет сюда. Итак, мы все анализировали, это не только анализ, я бы сказал, это не только анализ. Вот я обозначил последний расчет, когда W равно 1. Это не только анализ. Мы как-то сейчас вот эту функцию решили с помощью компьютера, и с помощью компьютера получили вот эти значения. А раньше компьютера не было. Приходилось вот эти расчеты все делать вручную. Вот именно такие расчеты и делали тогда вручную, чтобы получили вот эту лоскость. Вот от чего же сделали? От того, что вот мы взяли, вот у нас координатные точки, мы взяли 0, точку 0, 0, 0 и еще 0, Z. Поставили единицу, вот такую это единица, то есть если 0, X 0, 1 и 0, скажем. И вот здесь тоже поставили единицу, у нас X 1, 0, 0. И здесь единица уже 1, 1 и 0. Вот взяли вот такую плоскость, взяли вот такую плоскость с этими данными. У нас где-то там идет W равно 1, W равно 0, U равно 0 и U равно 1. Вот взяли такую плоскость, вот именно такую плоскость, вот такую плоскость. И согласно функции, согласно вот нашей функции, преобразовали вот каждую точку, преобразовали вот эти точки сюда. Вот именно с такой плоскостью, с такой плоскостью, как модель, модель мы взяли и взяли каждую точку и преобразовали согласно нашей функции. И получили вот именно такую плоскость. Я бы хотел, чтобы все это суть, суть нашей всей работы, вы поняли. Ну и в конечном итоге я еще приду к этому и еще раз объясню все это. Это самый подробный анализ нашей работы. Работы, которые мы делали уже 8 часов и пришли к этому. Но еще мы еще добавим еще кое-что. Хорошо. Хорошо. Значит у нас осталось еще несколько минут. Сейчас мы попробуем установить элементы деления уже плоскости, нашей плоскости. И этим закончимся на сегодня. Значит сейчас я эти элементы уже устанавливаю здесь как-нибудь. Посмотрим поместиться или нет. Сейчас. Вот так. Вроде бы поместилось, да? Да, можно сказать. Рабсерфейст немножко поменьше сделаем. Все. Это тоже. Хорошо. Вроде бы нормально. Сейчас установим нумерик бокс. Вот такой нумерик бокс. Дадим его имя. Имя нут нумерик опдаун. Нумерик опдаун. Н. Здесь деление на n будет. Значит поставим минимум. Ограничим минимум. Единица. Максимум пусть у нас будет 50. Деление максимум. Будем делать 50 деление. И валау поставим. Пусть будет десятка. Десять у него будет. Ну, немножко можно было. Сейчас копируем. И вставим вот этот нумерик бокс. Все нормальным. Только нумерик бокс опдаун. И поставим букву m в делении m. Сейчас label поставим. Один вот такой label. Сразу же. Здесь напишем n. И копируем control-copy, control-v. И здесь мы поставим букву m. Вот так, чтобы все было видно. Поставили все эти значения. Формат выровнять по верхним границам. Немножко отсюда сцелаем. Ну, пока что будет потом следующий элемент, когда будем добавлять, как-нибудь изменим это. Главное, что у нас все это есть. Значит, первое, что мы изменим. Сейчас пойдем в нашу функцию. Методи. Вот в этом методе сразу же поставим вот такую ситуацию. Сейчас это изменим. Сразу же конвертируем. Convert. Convert to int. 16 пусть будет. И будем читать отсюда значения. node.n. Воглое. Воглое. Вот поставим вот так. Это значение. А m. Значит. M. Ставим. Node.n. Воглое. Вот эти изменения мы вынесли сразу же. Пусть читает эти обозначения отсюда. Хотя я не думаю, что все-таки это право, потому что у нас все-таки это глобальная переменная. Но пусть будет. Пусть так и будет. Пусть так и будет. Ладно. Эти ошибки потом мы исправим. Ну, логические ошибки где-то немножко не то. Но ничего. Значит. Тут же самое. Отсюда. Сразу же. Каппируем. Сюда. Вот это значение. Изменения уже будет. Значит. И сразу же. Как изменяем. Вала. Сразу же апдейт. Делаем апдейт. Пиктер бокс. У нас есть апдейт. Вот такой. И еще другую. М. Мы. Вала. Чей. И. Значит. Поставим вот так. М. Гавна. Конвертируем. У нас M. Идет. Вала. И апдейт. Абдейт. Пиктер бокс. Вот. Так. Мы бы могли этого не делать. Сразу же. Могли отсюда удалить. Принципиально никаких значений не имя. Ну пусть читает. Пока что я. Не буду удалять это. Пусто останется. Меня не мешает. И так. Мы. Уже. Эти значения имеем. И сейчас. Мы. Сделаем. Вот. Запустим. Наш программ на выполнение. Вот так. И уже. Когда мы. Дравсорфейс. Сделаем. Мы уже. Имеем. Вот эти значения. На уши. Поставлено. Деленое. На десяти частей. Мы можем его. Сделать. До пятьдесят. В принципе. Мы. Можем. Увеличить. Значение. Хотя. Все расчеты будут огромные. Так что. Посмотрите на ваши возможности. Вашего компьютера. Потому что. Уже расчеты. Пойдут. Пойдут. Уже. Процессор будет загружаться. Так что. Вы должны там. Посмотреть. Возможности. Вашего компьютера. Расчеты. Идут. Так что. Чтобы они не вылетели. Так что. Учтите. Этот момент. Вот. Вот мы поставили. И еще один момент. Никогда в этом случае не нажмите в write answer. Так как ответ будет огромным. А текстбокс вы представляете 30 на 30. Сколько будет. Сколько точек. И сколько строк. До. Уже тысяч почти пойдет. Тысячи строк. А тысячи строк для текстбокса возьмет огромное. Огромное время. Так что не нажмите. Если уже вы хотели так уже нажать. Вы хотя бы уменьшите. Вот. Скажем. На двойку. Тройку. Даже на эту тройку будет. И тогда. Вы можете. Нажать drive. Асфер. Вот. Уже. Мы. Вы можете. Вот. Записать ответы. Вот. Здесь получить ответы. Вот. Смотрите. Уже сколько строк. Оно пошло. Так что. Будьте. Осторожны. И с этим тоже. Так как здесь уже. В принципе. Расчеты. Уже. Никому не нужны. Нужно это. Снимаем это. И. Вот. Только. Вот. В этом случае. Уже. Расчеты. Нужны. Там. Посмотреть. координаты. Но если мы. Уже. Сделаем. Побольше. Деление. То здесь. Уже. Расчеты. Показать. Не следует. Вот. На сегодня. Мы. Закончим. Наш проект. Наш проект. Мы. Уже. Очень много. Объяснили. Следующий раз. В следующем. Проекте. Здесь. Мы. Дали. Функцию. Икс и Игрек. У нас. Здесь. Был. Постоянное. Какое-то. Постоянное. Значение. В следующем. Упражнении. В следующем. Проекте. Мы. Попробуем. Вот. Икс и Игрек. Как-то. Поставить. В абсолютное. Не абсолютное. Но. Костантное. Что-то. Костантное. Положить. Вот. Сетку. Там. Получить. Вот. Эту. Нашу. Сетку. По. Икс и Игрек. Вот. Эту. секту. И этой сетке. Дать. Значение. Z. И поменять. Вот. Значение. Z. И мы. Сделаем. Наверное. Где-то. 9 функций. Таких. 9 простых. Функций. Где Z. Меняется. И попробуем. Там. Посмотреть. И. И. Этот. Проект. И делать. Соответствующие. Заключения. На сегодня. Столько. Хватит. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.